Добрый день, друзья! Рада видеть вас у себя в гостях на канале. Меня зовут Андрюкова Екатерина, я флорист-практик. Сегодня хотела бы в этом видео с вами поговорить про такой цветок, как альстромерия. Это очень популярное растение, так как оно всесезонное, то есть его можно купить абсолютно в любое время года. Это растение также является суперстойким. Оно стоит до двух недель, что всегда нравится нашим клиентам, и они предпочитают это растение также за его стойкость. Этот цветок был назван в честь ботаника Клауса фон Альстромера, который впервые заинтересовался этим экзотическим цветком и привез его семена в Европу. Растение имеет богатую палитру окрасов от нежных оттенков до более глубоких насыщенных красных-фиолетовых, поэтому с этим растением можно экспериментировать и добавлять его в разные букеты, решать с помощью него разные задачи. Это растение отлично подходит как фоновый цветок, то есть оно прекрасно заполняет пространство за счет того, что имеет вот такой зонтик на своей вершине с множеством цветов, которые постоянно распускаются. Вот так приходят цветы от поставщиков. Здесь еще обычно много зеленой листвы, которую мы сразу убираем, так как эта зеленая листва обычно не несет никакой функциональной нагрузки и только лишь забирает жизненные силы у самого цветка, поэтому мы всегда очищаем ненужную листву и оставляем такие закрытые бутоны в тепле, чтобы они раскрывались и примерно за несколько суток, в зависимости от температуры в помещении, цветок приобретает вот такой распустившийся вид, и его можно использовать для того, чтобы ставить букеты и композиции. Также эти цветы часто делят на небольшие соцветия и используют в композициях. Единственное, что стебли мягкие, довольно сложно их вводить в цветочную пену, это нужно учитывать. Сегодня я хотела бы вместе с вами собрать большой объемный букет из вот этих шикарных белых алистромерий, упаковать его и рассказать еще несколько важных особенностей, которые необходимо учитывать при работе с алистромерией. Собирать букет я буду по спирали. Такие букеты из одного вида цветка флористы называют монобукетами, поэтому вы можете увидеть такое понятие, как монобукет, на сайтах при заказе подобных букетов. И, соответственно, сами уже ориентируйтесь, когда используется слово моно, то это, скорее всего, говорит о том, что у нас букет из одного вида растений. Вы видите, что я ставлю как раскрытые бутоны, так и закрытые. В этом тоже есть свое преимущество, есть свой шарм, потому что закрытые бутоны будут постепенно раскрываться, букет у нас будет оживать, будет становиться более пушистым. Это тоже всегда вот эти трансформации замечательно смотрятся непосредственно при жизни всего букета. Собираю букет я по спирали в средней точке сборки и стараюсь миксовать, чтобы у меня не было в одном месте пусто, в другом густо. Поэтому я смотрю, чтобы у меня был микс закрытых бутонов и открытых бутонов. Что касается альстромерии, это абсолютно универсальный цветок. Он имеет свое значение, символизирует крепкую дружбу и преданность. Также считается, что эти цветы приносят удачу, процветание и богатство. Поэтому, в принципе, такой букет из альстромерии подойдет на любой случай, на любой повод. И как для женщины, так и для мужчины. Здесь единственное, можно поиграть с цветовой гаммой. Очень хороший объем у этих цветов, как я сказала. И, соответственно, дальнейшее раскрытие также будет увеличивать этот объем. Главное, не сжимать точку сборки, собирать именно в средней или низкой точке сборки, чтобы у нас внутри букета был воздух и было пространство для раскрытия бутонов. Чтобы не было ничего зажато. И каждый цветочек дышал и показывал свою красоту на полную мощность. Сборка таких монобукетов из одного вида цветка довольно быстрая. Фиксировать я буду с помощью технической ленты. Здесь ничего дополнительно придумывать я не буду. Точку сборки фиксирую. И дальше этот букет я упакую. Для упаковки этого букета я буду использовать два вида материалов. Это белая тишью и прозрачная пленка. Такой объем букета требует примерно 2-3 листа тишью. Сейчас посмотрю, как у меня будет получаться. Тишью предварительно немного мну, чтобы она образовывала внутри хороший объем. Дальше отрезаем упаковку в рулоне. Цвет может быть любой. Я сегодня работаю вот с такой матовой пленкой. После того, как сделаю аранжировку пленкой, уже поправлю тишью внутри букета. Итак, друзья, вот что у меня получилось. Дополнила этот сам по себе объемный букет. Еще более объемная и воздушная упаковка. Этот воздух добивается за счет полупрозрачной матовой пленки. Тишью, которая дает тоже внутри. Такой шикарный объем. За счет своей текстуры, за счет расположения. Зафиксировала немного с помощью двустороннего флористического скотча. Он очень деликатный и абсолютно не виден на упаковке. Кстати, у меня есть вопрос к вам. Как вы думаете, сколько в этом букете использовалось стеблей альстромерии? Буду читать ваши комментарии. И обязательно в ответ напишу точное количество. Сегодня я собирала этот букет в моностиле, то есть из одного вида растения. Если бы вы хотели, чтобы я показала подобные мастер-классы из других цветов, то тоже обязательно пишите это в комментариях. И не забывайте, что вы тоже можете научиться собирать такие букеты, делать шикарные аранжировки, композиции в разных стилях. В нашей школе флористики сейчас стартует новый поток курса профессия флорист. Ссылку оставлю внизу под этим видео. Обязательно присоединяйтесь и читайте подробную программу. На сегодня я с вами прощаюсь и увидимся совсем скоро в новых видео. Пока-пока!